всех приветствую в этом ролике я покажу краткий обзор подключения датчика движения для ванны туалета и соответственно вытяжки и так вот у нас двухлаечный выключатель с розеткой стоит вот левая ванная правый туалет соответственно фирме веркель если кому интересно обошлось конечно выключать недешево 2700 рублей всего вместе с рамкой рамка только 1500 стоило ну и розетка у нас подсветка вот видите кому если интересно тут обычный двойной выключатель веркель красиво и ну дорого если кому интересно можете купить соответственно выключатель веркель что важное достоинство что соответственно этот рамка позволяет у нас и выключатель и розетку либо горизонтально либо вертикально дело в том что вертикальную рамку тяжело найти соответственно таком исполнении обычно горизонтально и так вот у нас у нас выключены два выключателя подсветочка очень яркая вот у нас выключена соответственно вот комната и тут соответственно я не буду открывать и так режим 1 при отжатых выключателях у нас включается датчик движения так вот вот сейчас если кстати я включу ванную комнате вот смотрите вот видите загорается свет вот он то есть это принудительно вот и так вот у нас здесь соответственно датчик движения стоит и соответственно светильник в нем справа спрятан таймер и диоды конденсаторы на электроника вот тут и соответственно вытяжка идет здесь у нас проводка была обычная под обычную лампочку никаких здесь проводов соответственно я не тянул все двухпроводная схема здесь кто видел мои схемы тот поймет этот соединяется с датчиком движением провода совместно и соответственно тут вентилятор вентилятор здесь двухпроводный двухпроводных с гидросенсором поэтому при включении у нас выключателя у нас соответственно вытяжка не работает пока влажность не достигнет необходимую величину в общем вот такая вот схема как ведь сейчас это включение при клавиши мы включили соответственно у нас идет в обход датчика движения стук запущен таймер я поставил на 30 минут по истечении соответственно 30 минут у нас соответственно выключится лампочка а вытяжка у нас возможно продолжит работу зависимость какая влажность будет в общем такая штука вот и так выключена сейчас выключатель туалете вот и ванной тоже входим в туалет вот загорается сразу же у нас лампочка вытяжка у нас не работает помните просто это режим обычный датчика движения здесь соответственно все спрятано таймер ставят спрятан в этом светильнике соответственно ну и диоды кондензатора тут тоже спрятаны здесь вот поведен треушильный повод соответственно для 3 жила нужно для запуска таймера вытяжки соответственно сейчас на не работа на поскольку сейчас у нас выключатель не включен был поэтому у нас соответственно не работает видите идет не горит ну сейчас вот выйду из комнаты как видите свет у нас горит и так здесь вот сейчас пока у нас горит свет то есть дальше движение пока еще не выключится здесь спрятана тут тут провод как под обычный я напоминаю 2 клавиш выключать с розеткой никаких до центров а вот здесь спрятан два конденсатора и два диода только всего подключены параллельно каждый клавишу выключать и два конденсатора делать и здесь консервитет параллельно идут выключателю соответственно к ложему и идут соответственно у нас обычный провод идет идет на лампочку туалет это вот это на ванную все фазы ну и все для розетки всевого все бать четыре повода все как обычно все никаких тут переделок провода тут соответственно не требуется вот все у нас выключился сейчас мы включаем наши вот видите включилась у нас тоже это обход датчика движения вы можете находиться соответственно до тех пор пока у нас времени читает таймер вот у нас ведь он заработала вытяжка включилась вот вот все вот как видите так вот вышли мы из комнаты вытяжка как видите работает вот она сейчас я выключу выключатель свет погасен то вытяжка будет работать я сейчас свет и открывать дверь не буду поскольку включится датчик движения вот видите свет погас вот допустим вот сейчас сейчас дача движения включился у нас вышка все равно работает видите таким образом она будет до тех пор пока соответственно у нас ну устроенный таймер не отсчитает соответственно там время и она соответственно автоматически у нас выключится в общем так но сейчас если я выйду у нас соответственно как видите при выключенном положении выключатель у нас свет горит поскольку у нас тут включен датчик движения так вошел а в комнату ждем пока погаснет свет пока не вылечит дача движения посмотрим вытяжка будет ли работать или нет вот сейчас я не двигаюсь дача движения поставил соответственно вот горизонтальное положение чтобы на мои движения реагировал сейчас посмотрим да кстати я планирую недалеком будущем 9 10 версию дальше движение диван туалет она отличается от 6 8 версии наличие то что будет не с двумя нагрузками то есть светодиодной лампы и вытяжкой а с тремя то есть два две группы светодиод освещения и соответственно вытяжка будет то есть три группы вот нос отключился свет из одно у нас вытяжка продолжать работать до тех пор пока таймер у нас не считается в весу наше время соответственно так и так как видите вот у нас отжата клавиша от горит у нас далее туалета но у нас работает вытяжка вот она дача движения просто повернул на 90 градусов чтобы он не включался вот так вот видите шумит и работает вытяжка все теперь по поводу подключения в ванной двухпроводного вентилятора тут напоминаю что стоит гидросенсор вот в отличие от того с таймером но тут тоже таймер стоит тут два провода тут отличие вас такая же восьмая версия только единственное что третий управляющий провод он просто тут не задействованы все то есть его тут не надо задействовать просто клеммы alien подключили соответственно стандартно как и в туалете через конденсатор соответственно там ну в общем короче кто видел схема тот соответственно поймет в общем так вот как видите сейчас включен дача движения сейчас у меня выключена клавиша это только если даже кстати это сейчас будет влажно он включится независимости включен дача движения нажатой клавиши или нет он включится все равно автономно в отличие от туалета где нужно приноту включить обязательно клавишу очень такие вещи так и вот у нас вентилятор выключился показываю все темно все еще есть один режим режим так называем проветривания для этого включаем и включаем и выключаем выключать и вот смотрите вот завел включился нас вычешка выключим и выключатель свет нас погас а вычешка у нас продолжает работать до тех пор пока встроенный таймер не закончит отсчет вот и все после того она выключится ну в общем я рассказал обзор подключения датчика движения светодиона лампы и вычешки без переделки проводки единственное что вам придется от лампочки к вытяжке бросить трехжильный кабель ну разумеется потому что по любому придется делать кабель вы можете спрятать допустим в плинтусе потолочном допустим чтобы красиво было но у меня принц тут труп много поэтому я или этим не заморачивался общем у меня все всем всего доброго ждите этого видео пока всех приветствую представляю восьмую версию подключения датчика движения например типа dd 08 вытяжки со встроенным таймером и соответственно светодиодные лампы с импульсным драйвером основные требования светодиодная лампа должна и содержать импульсный драйвер она не должна мерцать на камеру мобильного телефона и работа способна от одной полуволны не мерцая на камеру мобильного телефона и так вы видите схему схема у нас тут двухпроводная основные преимущества этой схемы но разумеется двухпроводность вот тут два провода третьего провода здесь нет и так при выключенном выключателе данном случае тут одноклассный выключатель применяется положение выключено у нас здесь работы датчик движения который управляет светодиодной лампой то есть вошли в комнату включилась светодиодная лампа вычка в это время она не работает работа на только в том случае будет если она была предыдущие состояние включена а так в обычном состоянии то есть вы вошли допустим в туалет на некоторое время кратковременно свет загорелся вышка у нас не запускается и потом соответственно вышли и свет газ это при выключенном положении выключателя при включении положения выключателя у нас блокируется датчик движения датчик движения должен быть настроен на функцию ночь и свет от лампочки должен блокировать его работу то есть при включенном выключателе у нас свет который у нас горящий от лампы должно попадать на датчик движения который настроен на на ночь чтобы блокирую работу чтобы вошли он чтобы не включился датчик движения то что свет горит потом запускается нас таймер типа такого вот с алиэкспресс таймер соответственно у нас включает лампу через соответственно нормально разомблены контакты через диод vd5 и у нас лампа светится через в диод vd4 у нас как у нас полная волна она у нас проходит соответственно через vd3 меняю vd2 сюда и отрицательно полуволна здесь соответственно появляется на таймере датчик движения здесь должен быть доработан как видите схемы здесь нужен еще нормально замк контакт помечена а штрих а инверсная вот у нас схема такая то есть датчик движения должен заработать доработан быть то есть на нем должно заменена реле быть на 5 контактные и соответственно выведен провод а штрих то есть еще нужно соответственно помимо и но и ком еще нужно mc нормально замк контакт в общем-то и соответственно у нас с ответ при включенном положении нас включается лампочка и соответственно включается вытяжка поскольку таймер у нас запускает вытяжку вычка у нас со встроенным таймером и так по происхождению времени задано в таймере у нас таймер у нас выключает у нас светодиодную лампу если вы допустим забыли выключить выключатель и через некоторое время у нас выключается вычиска она не сразу выключится после выключения таймера таймером лампы а через некоторое время которое у нас задано в таймере вытяжки это если для тех полезно кто забывает выключать выключатель в общем все понятно то есть на короткое время выключены выключать зашли и И вышли, и все, и свет быстро гаснет. А вам принудительно свет нужно включить. У вас, соответственно, и лампа будет гореть до тех пор, пока не отсчитает таймер. Как таймер у нас, соответственно, закончит отсчет свой, выключит, и выключится лампочка. Вытяжка будет работать до тех пор, пока таймер в ее встроенный. Соответственно, не обнулится, то есть не выключит вытяжку. В общем, такая вот схема. Если вы видите на экране, значит она работает. Не работающая схема, обычно я не публикую. Итак, в качестве вытяжки я применил вентилятор Венс. Вот такой модель 125 МТ, но можно другой аналогичный. В общем, так вот Венс. Итак, датчик для движения DD08. Ну, лампу я возьму Филипс 14,5 Вт. Итак, начинаем собирать. Первый мы будем монтировать, соответственно, наш одноклавичный выключатель. Итак, вот у нас, соответственно, у нас конденсатор с диодом ВД1 и подключаем. То есть, анод, это вот, где нет кольца, подключаем, соответственно, к фазному проводу. Вот он, и еще, кстати, тут режим есть. Режим, так называемый, проветривание. Для этого кратковремя включите-выключите выключатель, и у вас включится вытяжка. И не будет гореть свет, если кому, допустим, это надо. Проветрить, допустим, ванную комнату или туалет, соответственно, проветрить на время, которое таймер. Таймер считает вытяжки, именно вытяжки, и, соответственно, она выключится. Итак, сейчас смотрим. Так, монтируем. Так, вот смонтировали. Смонтировали, вот у нас, соответственно, фазной провод идет у нас на, вот этот белый, на катод диода и на конденсатор. Конденсатор можно полярно, полярно катоду. Ну, в общем, из предыдущего видео вы видели. И, соответственно, так его вложим. И ставим, соответственно, мы провода. Раз. Параллельно, соответственно, диоду конденсатора. И, соответственно, мы ставим вот так. Дай бог, чтобы контакт был. Посмотрим. Так. Все, монтаж выключателя закончен. Давайте теперь более сложной операции. Итак, вот у нас здесь... В первую очередь, конденсатор C2, он выбирается приблизительно по такой формуле. Мощность вашей вытяжки плюс полтора емкости гасящего конденсатора таймера, если у у нас есть. Вот. Здесь в данном случае написано, мощность вытяжки как раз 16 Вт. То есть, 1 микрофарад получается. И нам надо еще приплюсливать мощность гасящего конденсатора. Это надо вскрыть вентилятор. Сейчас я его вскрою. Так вот я вскрыл. И надо разобрать таймер и посмотреть на плате, есть ли конденсатор. Так. Вот у нас конденсатор есть вот тут, видите. Гасящий. Емкость его 0,22 микрофарада. Вот он. Значит, здесь нам надо еще приплюсовать 0,22 умножим на полтора. 0,33. То есть, получается у нас... Емкость конденсатора должна быть 1,33 микрофарада. В общем, все понятно, да? В общем, так. Здесь у меня стоит вот коричневый клей МЛ. Здесь не видно. Вот клей МЛ. ЛТ это белый. А коричневый... Ой, а голубой это КЭН. В общем, так здесь. В общем, так. Дальше. Закрываю я вентилятор наш. В общем, показало все. Так. Закрыл. В общем, все понятно, да? В общем, вытянула провод вот здесь вот. Вот он. Вот так. Так. Теперь нам надо зачистить еще здесь провода его одним движением. И вот чистенькие все три. Так. В общем, вот смотрите. Сейчас я зачищу концы. Так. Ну, давайте начнем. Так. Начнем. Тут нужно с 7-ми контактный клеммник. Итак. Сначала мы подключаем, в первую очередь, как по схеме датчик движения. Здесь в датчике движения стоят два диода, которые стоят сразу, прятаются. Прячутся два диода сразу. ВД2, ВД3. Так. Вот. Видите? Сразу говорю, что в датчике движения лучше всего спрятать два диода, чтобы уменьшить, соответственно, место, которое занимает радиодетальки. Так. Это все показал я. Так. Давайте смотрим. Это точка. Нам надо, соответственно, провод, который идет от выключателя, подключить. Соответственно, у нас клемм L. Клемм L это коричневый. У меня клемм N это голубой. Все по стандарту. Так. Сюда. Так. Надо зачистить. Зачищать сначала вот так вот, если кому интересно. Раз. Потом, соответственно, зачищаю кончики. Удобная вещь. Если кому интересно, клещи GROSS 17718, по-моему. Такой, кому интересно. Если вдруг понадобится. Так. И у нас, соответственно, нам надо еще вывод таймера. Таймер, соответственно, комовский. Комовский это вот. Коричневый также. Скручиваем, соответственно, с клемм L. И нам надо еще будет конденсатор. Один микрофарад. И еще один 33. Так. Сделаю так, наверное, да? И прикреплю. Так. Зачищу, наверное. Так. Раскручиваю клеммы. И еще надо нам конденсатор будет поставить. Параллельно. Опять упал. Ко второй клемме. Раскручиваю клеммы. Раскручиваю клеммы. Раскручиваю клеммы. Раскручиваю клеммы. Теперь, соответственно, второй вывод конденсатора ко второй клемме. Параллельно конденсатор. Это 0,33, это 1 микрофарад, как я показывал. Пример расчета. Наладка сводится, чтобы на вентиляторе, когда включен выключатель, было напряжение переменно здесь. 202-240 вольт. Имейте в виду, что чрезмерное увеличение емкости конденсатора может чревато для вашей вычешки. Она может выйти из строя. Так, теперь клемму N подключаем к третьей клемме датчика движения. Дальше, что у нас? Смотрим. Конденсатор C3 идет. Подключается к третьей клемме. Конденсатор C3 не полярный должен быть. Тут также диод стоит. Анод диода. Анод диода ВД6. Так. И варистер. Варистер на 82, 100 вольт. Варистер нужен для того, чтобы не мигал у нас таймер. А то, может, бывает и мигает, потому что у нас осталось напряжение. Так. В общем. Вставляем мы это хозяйство. И закручиваем. Диод у нас подключается к лампочке. Так. Подключу к пятой клемме. Это ВД6. Еще и ВД5 надо. ВД5 мы ставим, соответственно, катодом, соответственно, к варистовым. И к шестой клемме. Так. Так. Это подключили. Это подключили. Теперь смотрим. Так. Лампу. Патрон лампы мы подключаем. Соответственно, к ВД6. Вот он у нас. Так. Это пока я не подключить позже. Самое последнее. Так. Дальше. Смотрим. Таймер. Соответственно, у нас... Таймер. Соответственно, у нас подключается. Так. А это... Фазной провод таймера подключается к шестой клемме. Так. Шестой клемме. Дальше. И этак у нас... Этак нулевой. Так. Теперь нам надо объединить. Соответственно... Нули. Так. Вытяжки. Лампочки. Таймера. И... Соответственно... Ну, в принципе, все. Вот оно. Так. Это подключаем мы, соответственно, вот сюда. Так. Теперь смотрим. Клемму L коричневой вытяжки мы подключим ко второй клемме, где у нас конденсатор. Так. 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 так подключили надеюсь не отвалится теперь соответственно белый провод который у нас к ЛТ идет у нас идет соответственно клемме НО вот она таймера и соответственно к аноду идет ВД-5 так анод ВД-5 здесь его нету придется отдельно делать не хватило видимо сейчас я достану придется навесным монтажом так в общем вот ВД-5 поставим подключаем его так клемму ВАГу возьму так ну-ка катод анод вот так вот так все теперь сейчас я отключу соответственно ее так ВД-6 вот сюда вот сюда включу так 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 ну в общем конечно не особо конечно монтаж навесной но мне лишь показать главное будет работ нет ну теперь крайние выводы мы подключаем соответственно вывод с выключателя провод который у нас идет на светильник раз и два все монтаж закончен проверяйте отсутся замыкания проверьте обязательно чтобы не было неприятностей так все в общем таймер у нас здесь ну начинаем включать наверное так РТ-6 здесь у нас нету так так щелчок соответственно датчика движения это нормально так у нас вычка включилась но это скорее всего первоначальный запуск она бывает так так сейчас в данном случае сейчас у нас выключится так поставлю датчик движения не двигаюсь не двигаюсь не двигаюсь не двигаюсь так так мерцание все 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 отключился вентилятор вентилятор у нас выключился при первом включении он иногда включается это нормально все отключился теперь мы включаем выключатель так вот пошел нас во счет выключаем вот допустим вышли лампа погасла у нас сейчас посмотрим так вытяжка у нас работает лампа у нас не светится и посмотрим выключится у нас вытяжка должна выключиться так ждем итак коротко о схеме даже сейчас вот если ну сейчас это просто на данный режим день стоит давайте я сейчас режим ночи выставлю чтобы глушило вот видите так сейчас должен у нас соответственно пройти время около двух минут и таймер выключится даже вытяжки так к сожалению это минимальное время вытяжки слишком долго начнем в общем так сейчас пройдет время некоторое и соответственно у нас вытяжка так в общем такая вот у нас схема все отключился нормально я сейчас так все нормально так я сейчас включу выставлю время так это много слышно давайте два смены сделаю что что Сейчас у нас таймер запустился, сейчас как будто идет он выключается, допустим сейчас вот мы забыли выключить Включатель у нас соответственно идет, вот сейчас все погасла у нас лампа, но вытяжка продолжает работать, поскольку время соответственно идет еще, задается еще таймер который у нас в вытяжке есть, чтобы меньше было вот разность напряжения вот этого, надо емкость конденсатора здесь увеличить, это у меня 3.3 на самом деле только у микрофарада где-то 4.7-10, то есть напряжение на когда выключенный выключатель, оно немного меньше, чем при включенном выключатель на вытяжке в общем так, давайте посмотрим так, сейчас попробуем интеллектом панера, отражаем на вытяжке так, включаем панера, отражаем на вытяжке напряжения, вот вот на этом и вот на этом. Включаю панеру, включаю панеру и смотрим на наши вытяжки напряжения, вот на этом и вот на этом. напряжение составляет 250 вольт в принципе все отключился все теперь отключился таймер сделал свое дело в общем схема работает датчик движения здесь соответственно даже если сработает сейчас сработает и перейдет перезапуск соответственно если вы во включенном вот сейчас видите он выключился записил таймер но чтобы выключить досрочный раз все отключаете вычискиваю сейчас тише стало немножко поскольку напряжение уменьшилось поскольку в конденсаторе падает напряжение сейчас давайте посмотрим вот сейчас я специально делаю вычискиваю включился вот здесь у нас так 182 вольта поэтому потише стало но и тут на конденсаторе падает тут 3.3 мне стоит чем больше емс конденсатор тем соответственно меньше будет разница напряжения в общем видите работает все все нормально не обращайте внимания на свете что неонка не светится это просто тут потому что постоянка тут идет поэтому неонка постоянно не светится но только от переменки в общем так но сейчас он вычискиваю сделал свое дело и как бы режим проветривания получается тут не зависит датчик движения включен или нет в общем такая вот схема к сожалению таймеру это вычискиваем минимально 2 минуты поэтому я не могу сократить время все отключилось пожалуйста все работает варистер нужен для того чтобы напряжение здесь вот тут напряжение достаточно есть оно чтобы не так мигал таймер то что видишь подмигивает но это принципе не страшно для таймера если более больше c3 поставите номинал то соответственно напряжение будет меньше и соответственно мигание меньше в общем так если больше поставить c3 обязательно должен быть это не полярный бэть и c2 тоже не полярный бэть должен так наладка заключается в том что здесь соответственно c2 должен быть рассчитываться в своей формуле подобрать конденсатор для того чтобы было 220-250 вольт при включенном выключателе в общем так схема работает в принципе кстати с параллельной c3 поставить мигание будет меньше резистор 100 килоом резистор не стал здесь ставить поскольку тут госячий конденсатор стоит и он соответственно у нас активная нагрузка получается в общем такая вот надо будет проветриваться пожалуйста запустился у нас вентилятор и он у нас выдувает комнату вот и все надо будет вам включить на длительное нахождение и соответственно включаете выключатель у нас включается лампочка и соответственно у нас работа вычета в общем это все работает в общем вот крупную крупную планов схему покажу и так напоминаю датчик движения настраивайте режим ночь чтобы да чтобы свет идущий от лампочки соответственно блокил его работу когда включаете выключатель чтобы свет блокил работу фотороле датчика движения потом соответственно когда у вас свет блокирует работу датчика движения у вас включается лампочка этот датчик движения находится в тяжелом режиме то есть он не активен потому что идет у нас соответственно через ВД-2 сюда отрицательная полярность и соответственно у нас положительно у нас идет полярность через таймер через ВД-5 идет соответственно на эту лампочку если лампа будет мерцать это немного можно параллельно поставить электролитический конденсатор емкостью 10 микрофарад плюс вот здесь должен быть здесь по схеме плюс вот должен здесь по схеме быть вот видите по схеме вот сейчас вот допустим вот я сейчас свет включу видите ничего такого нет ну в общем я прощаюсь схему я эту поставлю в туалет переделаю разумеется схема мне понравилась в принципе работа на как надо в принципе нормальная схема в общем до новых встреч пока да сейчас параллельно конденсатор С3 подключил резистор вот он номиналом 68 кОм мощности 2 Вт вот он параллельно С3 и у нас видите не мигает давайте померим напряжение соответственно вот на С3 на этом конденсаторе будет у нас на таймере вот сейчас померим вот он С3 и соответственно вот параллельно напряжение всего 12 Вольт а это значит постоянное переменное это вот постоянное 20 Вольт оно маленькое это значит можно обойтись без варистера варистер можно не ставить его просто замкнуть без него можно напрямую подключить напряжение небольшое но если у вас просто тут напряжение достаточно большое вольт вольт 40 и выше тогда варистер надо ставить если ниже 40 Вольт чтобы не мигал тогда можно без варистера обойтись параллельно С3 подключу 68 кОм параллельно сейчас покажу вот он вот он параллельно идет конденсатор вот это вот то есть можно без этого варистера в данном случае он здесь не нужен потому что 21 Вольт это мало напряжения который не запускает соответственно с таймер в общем так я предлагаю еще изменения в схеме ну в принципе схема работает то есть можно параллельно 68 кОм поставить и выкинуть варистера в некоторых случаях чтобы не мигал главное таймер ну в общем все работает так вот сейчас я показываю что все подключено ну во-первых во-первых светится светодиод сейчас я включу его так запускается у нас соответственно вентилятор то есть вытяжки и соответственно лампа сейчас у нас таймер отсчитает и у нас погаснет соответственно свет напоминаю что таймер настраивается на максимальное пребывание человека если забыли выключить свет соответственно у вас выключится лампочка ну давайте сейчас подождем еще раз и соответственно через минуты две соответственно выключается соответственно у нас вентилятор в общем так в общем я показываю как это можно решить в данном случае вот тут поставьте резистор на 68 кОм можете рассеять 2 ватта а тут можете в принципе выкинуть варистер ну померите напряжение вот на C3 ну не должно быть больше 40 вольт если ниже 40 вольт то варистер может не ставить если выше тогда да потому что у вас будет загораться соответственно блок питания вот как мигало до этого ролика вот в общем так вот так можете c2 у меня йога c2 рассчитывается то есть можете ваш вычеркерз на 16 плюс полтора конденсатор госячий если у вас есть в данном вентиляторе он есть но у меня есть вентилятор эра который стоит в туалете в ванной у него там этого госяча конденсатора в данном случае резистор ставится в том случае если у вас соответственно вентилятор вычерки не запускается вот у меня эра в данном случае без этого резистора не запускается поскольку не имеет соответственно внутренний конденсатор который соответственно через него ток идет он то есть когда конденсатор в воздухе не должен быть должна быть нагрузка то есть какая-то нагрузка вот эта нагрузка и идет резистор если у вас бесконденсаторный соответственно таймер соответственно вам нужно стоять от резиста для того, что тут появилось напряжение, которое у нас запитывается таймер, соответственно, вытяжки. Все. Как видите, у нас выключилась соответственно вытяжка. То есть, некоторое время все. Выключили, все. Вот сейчас вот я вот так вот. Таймер у нас здесь не работает, только у нас, соответственно, свет. По-малому сходили, допустим, в туалет, все. Надо вам по-большому включать и выключать и все. И, соответственно, у нас таймер у вас рассчитывает. Это максимальное пребывание, если вы забудете. Можете там 10 минут, там 15 минут. У кого только раз как. Ну, допустим, выключатель забыли выключить, и он, соответственно, у вас включается илочка, и что бы постоянно не работало, и, соответственно, у нас выключается и лампа, и через некоторое время вычиска, которая имеет таймер. В общем-то, такая вот интересная схема. Так. В ближайшее время я поставлю себе такой вариант, я поставлю себе в туалете. В общем, короче, обязательно я, конечно, сниму видео то, что обязательно сниму видео про это. Ну, разумеется, склею с этим, для того, чтобы люди видели, кому это интересно. Ну, тот может, соответственно... В общем, три режима. Первый, в отключенный режим, это датчик движения, срабатывает просто. Обычный датчик движения. Второй режим, это режим, как так называемый, проветривая, включил и выключил выключатель, у нас вспыхнет лампочка, заплакусь таймер, и у нас крутится вычищка. И третий режим, это режим, соответственно, включающий и вычищка, и лампочка, и, соответственно, когда включается выключатель по истечению, соответственно, у нас срока таймера, у нас он выключается, в первую очередь, лампочка, и, соответственно, выключается у нас потом, через некоторое время, вытяжка. В общем, вот такая вот интересная схема. Схема не требует переделок проводки. Вот это вот у нас прячется под розетники, диод с конденсатором. Вот эти диоды у нас прячутся, у нас, соответственно, в датчике движения, как я показал. Вот это конденсатор в корпусе брайли, там светильника, вот это можно разместить с диодами и варисторами. Ну, таймер, не знаю, можете отдельную коробочку какую-нибудь там поставить, а можете попробуйте поставить светильник. Просто покупайте светильник большой, туда лампочку ставите, и вот это можете хотя бы спрятаться. Вот этот вот, соответственно, вентилятор с вытяжкой, вытяжка у нас, соответственно, три провода. К сожалению, придется, соответственно, от лампочки протянуть. Как это делается? Лучше всего, если для любителей феншуя, рекомендую сделать так. Провести, соответственно, лампочки к вытяжке, трехжильный провод, вот такой вот. Его, соответственно, потом на потолке плинтусами, соответственно, плинтуса наклеить и спрятать, соответственно, этот провод. И можно сделать. Или натяжной потолок, в общем. В общем, такие решения. Вот у меня, если кто решил, соответственно, эту схему применить. Ну, в общем, я прощаюсь. Всем всего доброго. Ждите новых видео. Пока. Желаю успехов, если кто захочет это сделать. Я, допустим, такую схему уже скоро соберу. Пока.